О других культурных событиях и спортивных событиях, которые пройдут совсем скоро в нашем городе, поговорим с гостями. К нам в гости сегодня пришли Олег Горбачев, руководитель мотошколы МВР, организатор соревнований Одесса Райдерс Клаб. Также Вячеслав Доскоч, инструктор мотошколы Гонщик и Валентин Загороднюк, также инструктор мотошколы и организатор фестиваля Одесса Райдерс Клаб. Кап, доброе утро. Доброе утро. Здравствуйте. Ну, расскажите, пожалуйста, об этом мероприятии. Пройдет оно 9 июля, да, то есть еще практически два месяца у нас, месяц до этого события. Месяц, да, времени мало. Что это за событие, где оно будет? Ну, по поводу самого события, это мотогонки, причем формат это кольцевые мотогонки, так называемые ШКМГ, то есть шоссе на кольцевые мотогонки. То есть это не первая гонка, то есть такое мероприятие мы проводили, ну, мотошкола проводила в конце прошлого года, 2 октября. То есть это был пробный такой проект у нас, он состоялся достаточно успешно. То есть уже есть у нас какие-то рекорды, есть времена прохождения трассы и уже мы в этом году запланировали более масштабно это все. То есть мало того, именно одесская гонка, это будет один из этапов всеукраинского первенства любительских мотогонок. Так, еще будут этапы в Днепре и в Киеве. Кстати, там это тоже проводят мотошколы, поэтому как бы вот мы вносим в свой вклад в спортивное и в реновании. Названия такие же самые, Райдерс Кап. Мы первые сделали Райдерс Кап, Одесса Райдерс Кап, и теперь это Днепр Райдерс Кап, Киев Райдерс Кап. Ну, по-английски, наверное, на русском Кубок мотоциклиста. Давайте поговорим о том, какие мероприятия будут проходить в рамках Кубка мотоциклистов. Там у вас целая программа запланирована, расскажите поподробнее. Ну, основа это все-таки спортивные соревнования. Ну и, конечно, для зрителей, чтобы зрелищности добавить, то есть будут выступления стендрайдеров, то есть это трюки на мотоциклах. То есть мы придумаем, то есть еще что-то это все в процессе как бы совершенствования. И я думаю, что те, кто придут посмотреть на это зрелище, то есть не пожалеют. Кто будет участвовать, какое количество из каких городов? Ну, если в прошлом году у нас участвовали в основном одесситы, то на этот год уже будет география всей Украины. То есть потому что гонщики, которые планируют проехать все этапы ЮА Райдерс Кап, то есть украинского любительского чемпионата, скажем так, естественно, они будут ездить на все этапы, и мы ждем гонщиков с других городов. География всей Украины будут из Львова, я знаю, ребята, естественно, Днепропетров, Запорожье, Мелитополь, Киев, там, возможно, Харьков. То есть будет достаточно много. У нас, кстати, есть видео, это видео с прошлогодней гонки, я предлагаю прямо сейчас его посмотреть. Редактор субтитров А.Семкин Ну, большое количество участников, видно было, что такое масштабное мероприятие. В этом году зрителей, как вы ожидаете? Ну, мы планируем рост, то есть у нас в прошлом году было участников, более 30 человек зарегистрировалось и участвовало в трех классах гонки. Но нужно учитывать, что прошлогоднее мероприятие, оно возникло спонтанно. То есть у нас это все было организовано и проведено за две недели. То есть это крайне такие вот сжатые сроки. В этом году у нас есть больше времени, мы готовимся более тщательно и, то есть, естественно, будет уровень намного выше. Здесь вот, ну, самая большая проблема, да, в организации этого мероприятия, это само место, трасса, на которой это все появляется. Это недостроенный участок дороги, ну, так называемая трасса «Север-Юг». То есть это такой бесхозный объект, который, допустим, начинается сезон, мы начинаем наводить там порядки, убирать, приводить это все в какой-то более-менее опрятный вид. Вот, причем здесь этим занимаются и автомобилисты, потом есть такой же, ну, похожего формата, это картинг, кубок Одессы по картингу, да. Вот у них там у ребят закланировано тоже несколько этапов в этом году, ребята трудятся, то есть это огромный объем работы, то есть тот мусор, который местные жители, предприниматели седьмого километра вывозят туда и вот так вот сваливают, то есть абсолютно без зазрения и совести, это мы... То есть вы все это собственными силами привозят? Собственными силами за свои же деньги мы это все вывозим, то есть убираем, люди трудятся, и чтобы провести, то есть это вот такая... Один из бонусов, да, проведения вообще подобных мероприятий, что, с одной стороны, сложности для вас, с другой стороны... Причем вот это единственный, наверное, объект вообще на юге Украины, который можно использовать для спортивно-тренировочных целей. Хотелось бы сказать, что вот многие, ну, я разделяю такое уже, как бы мнение, многие жители города и гости сетуют на то, что вот там есть гонщики по улицам гоняют, носятся, но это отчасти происходит из-за того, что нет альтернативы. То есть я думаю, что здесь уже нужно там властям, которые как-то хотят навести порядки на улице города, то есть дать людям альтернативу, то есть чтобы человек, который, ну, скажем так, есть много владельцев спортивных автомобилей, мотоциклов, то есть им просто нужно приехать где-то выпустить парк, то есть безопасно для себя... А площадок в Одессе для этого не существует, да? Да, это единственный объект, и здесь, как бы, наверное, хотелось бы как-то взаимодействовать, да, вот есть там мотошколы, есть еще много организаторов, которые проводят там тренировки, соревнования, то есть каким-то образом хотелось бы взаимодействовать и тем самым сделать наш город более комфортным. Мы еще вернемся к этой теме, раз уж коснулись вообще культуры, да, поведения на дороге, я знаю, что вы проводите бесплатные уроки в своей мотошколе МВР для мотоциклистов. Расскажите, пожалуйста, подробнее. Да, уже 6 лет мы проводим такие тренировки, вот, но в основном эти тренировки для мотоциклистов, которые не обучались в мотошколах. Это примерно 99% мотоциклистов, они нигде не обучались, или друзья им показали как-то. И на этих тренировках мы стараемся показать им хоть как какие-то основы маневрирования мотоциклов на дорогах общего пользования, как тормозить, как объезжать объекты. Этим мы занимаемся, и эти данные тренировки проходят каждый четверг и субботу в 18.00, но и с 18.00 на Теканово-Миста, это рядом с 7 километром, там у нас мотошкола находится. А кто может попасть на ее тренировки? Кто может попасть на такие тренировки? Любой желающий мотоциклист. Много желающих? Вот есть? К сожалению, нету спроса, вот, потому что мотоциклисты как бы стесняются, они один раз клеют, позбивают фишечку, вот, постесняются задать вопрос у структуры, он постоянно присутствует, чтобы помочь. Вот, и на следующую тренировку, естественно, он не приезжает, он уже эго. Так-так, я езжу 10 лет и не могу проехать обычной славы. То есть это не так просто, как кажется, может быть? Да, это управление мотоциклом, это очень сложно, это как сравнивают с управлением самолета, потому что задействованы руки, ноги, тело, ну, очень много моментов, мы одновременно должны нажимать, например, рукой, ногой и корпус, повраться. Скажите, что нужно для того, чтобы попасть к вам в мотошколу, мотоцикл? В мотошколу не нужен мотоцикл, нужно желание. Желание. Вот, а для мотоциклистов просто приехать на тренировку бесплатно, свои мотоциклы. Вячеслав, несмотря на ваш юный возраст, у вас очень большой стаж, да, и вождения, и в том числе участие в гонках, в том числе. Как давно, кстати, занимаетесь, увлекаетесь мотоциклом? Так получилось, что у меня отец бывший спортсмен, вот, ну, и это, скажем так, заведено в мотоспорте, чаще всего случается, что если, там, старшие, там, родители, там, может, дедушка, там, есть, но в основном чаще это отцы. Были в мотоспорте, как правило, чаще всего их дети идут по их же стопам, вот, так и получилось, что в 6 лет у меня в мотоспорте затянул мой отец, вот. Сначала это для меня было просто их развлечение, то есть было просто интересно. Для кого-то, там, интересно было мячик во дворе гонять, мне было интересно в мотоцикле кататься, вот. Ну, потом это уже переросло больше в какой-то более-менее профессиональный спорт. Мне кажется, это редко бывает, когда родители, наоборот, говорят, ни в коем случае не садись за мотоцикл, потому что это опасно. Ну, у каждого свое видение, то есть, если человек, скажем так, объективно знает, что это такое, он понимает, что опасно им по улице ходить, то есть много ситуаций таких непривидных получаются. Вот. Мама, конечно, была против, особенно когда, там, спустя, там, может, какие-то соревнования, там, были какие-то травмы, там, и приезжал, как минимум, синяками, тоже были какие-то небольшие скандалы, вот. Ну, потом она смирилась, вот, и поняла, что бороться бесполезно, она видела, что я в этом заинтересован, вот. Ну, смирилась, немножко успокоилась, вот. Ну, и по сей день, то есть, первую часть, скажем так, своей 10-летней карьеры был больше на таком смен, то есть, это были грунтовые соревнования. И, начиная с 2012 года, у нас в Украине появилась дисциплина Супербота, то есть, это были кросс-мотоциклы на дорожной резине, вот. Гонки проводились на картодромах, вот. И, начиная с 2012 года, я уже перешел в такую, больше, скажем так, асфальтную дисциплину, вот. И в прошлом году еще удалось поучаствовать в шестерниках института конкурсов, вот. Первый раз ездил в этой дисциплине, по итогу году получилось у меня третье место. Вот, там буквально совсем чуть не хватило до второго, на первом этапе мотоцикл подвелся лика. Вот. Ну, и так получилось, что меня Олег, скажем, уже знал пару лет, случайно заезжал к ним в мотошколу, бывало, просто проездом в город ехал, вот. И в этом году предложил мне быть инструктором в мотошколе, зная, что я, можно сказать, практически из пеленок связан с мотоциклами, зная, что у меня уже достаточно некий опыт, вот. Вот. Ну, и плюс в городе я езжу, наверное, с 14, хотя можно вообще с 16. Вот. Ну, так это получилось, что потихоньку начали, скажем так, пересаживаться с каких-то там трамваев, маршруток уже на свою какую-то мототехнику. Вот. Ну, и в данный момент вот работаем с ультром в мотошколе МВР. Я так понимаю, что кроме желания, в принципе, ничего не нужно для того, чтобы с какими-то специальными там, допустим, да, навыками обладать, чтобы сесть за мотоциклами. Мне кажется, очень важно иметь желание обладать навыками. Я, кстати, по этому поводу хотела к вам обратиться. Вот с наступлением теплой поры, да, в Одессе, даже не скажу мотоциклисты, очень многие обладатели мотоциклов выезжают в город и, к сожалению, часто в новостных лентах мы видим кучу сообщений о ДТП, о самых неприятных ситуациях. Вот вы, как люди, прививающие культуру, да, езды на мотоцикле, что можете сказать по этому поводу и обратиться к тем людям, которые, ну, откровенно говоря, не очень корректно ведут себя на дорогах, обладая мотоциклом? Ну, к сожалению, я не могу их назвать разумными людьми, которые садятся на опасный вид транспорта, не обладающие малейших знаний, как управлять, не одевают шлема. Вот, а также, я считаю, большой проблемой это мопеды и дети на мопедах. Это кошмар. Вот, родители покупают этот мопед им, как приз или в окончании учебного года. Вот, и эти дети, естественно, не проходили нигде никакого обучения, никакой экипировки и выезжают на дороги общего пользования. В таком трафике, как у нас, это само убийство. Ну, и крайне против, уже, вообще, езды на мотоцикле без обучения. Вот, и, естественно, крайне против детей на мопедах. Поэтому, пожалуйста, все, кто хотят научиться пользоваться мотоциклом, звоните, приезжайте в мотошколу МВР. Здесь проводятся бесплатные уроки езды на мотоцикле несколько раз в неделю. Всю подробную информацию можно найти на вашем интернет-сайте. Ну, и давайте пригласим еще раз одесситов на событие, которое пройдет вот уже совсем скоро. Итак, 9 июля в Одессе состоится грандиозное шоу. Это мотогонки Кубок Одессы по мотогонкам. Мы его назвали Кубок мотоциклиста Одессы. Это будут гоночные заезды, это будет красочное представление, будет награждение, шампанское. Все в лучших традициях мотоспорта. Это только плюс для нашего города. Я бы сказал, что такие мероприятия, они здорово поднимают имидж нашего города. И очень хотелось бы помечтать о том, чтобы когда-нибудь все-таки был у нас объект, гоночная трасса, либо то, что уже есть, как-то бы позволили использовать для этих целей. Это было бы очень здорово. Все, ждем всех гостей, будем рады видеть. Приглашаем также всех зрителей, потому что мероприятие будет зрелищным. Милости просим 9 июля. Ну что ж, я благодарю вас за то, что пришли к нам в гости. У нас в гостях сегодня были Олег Горбачев, руководитель мотошколы МВР, Вячеслав Доскоч, инструктор мотошколы, и Валентин Загороднюк, инструктор мотошколы, а также организатор Райдерс Кап Одессы. Спасибо огромное, хорошего вам мероприятия, удачной мотогонки. Ну а мы с вами увидимся сразу после рекламы.